Доброго времени, дорогие зрители! Я рад, что вы смотрите это видео. В этом видео, как я и обещал, я расскажу вам о том, как снимать диалоги в The Sims 4 между персонажами. Вы можете использовать эти техники не только в The Sims 4, но и в других версиях игры. Итак, есть два варианта съемок диалогов в The Sims. Но давайте начнем с того, что это за сцена. Сейчас я буду ее снимать. Это сцена, как Мартин и его друг Джон общаются в местном кафе, в местном баре. И тут они встречают Аннабель. Аннабель это знакомая и одноклассница Джона, который любит ее. А, соответственно, Мартин это парень, сим, который приехал недавно в Ньюкрист. Но он также несколько лет, некоторое время уже знает Джона. И вот они знакомятся. Сначала я снял общий план фасада этого заведения, чтобы было представление, где происходит действие. И, как ни странно, несмотря на то, что я говорил, что можно снимать общественные участки в собственно построенных декорациях, здесь я решил использовать действительно настоящий участок. Мне он понравился. И в этом заведении была не одна сцена, а целых четыре или пять во всем фильме. Поэтому, почему бы и нет. Главное, чтобы массовка не мешала. Так, и вот мы готовим наших персонажей, выстраиваем их здесь. Так, мы их посадили. Разумеется, если они находятся в баре, подготовьте им коктейли, чтобы все это выглядело естественно. Чтобы вы не просто посадили ваших персонажей и они общаются, потому что вам это нужно показать в фильме. Покажите реальную обстановку, что каждый имеет по коктейлю. Каждый сидит уже некоторое время в этом заведении. Так, они у меня, да, сидят вот здесь в углу. Не все вошло в фильм, разумеется. Некоторые ракурсы, которые я вам здесь буду показывать, вы можете их использовать для своего фильма. Например, вот этот. Сейчас. Вот, например, сзади показать. Общее представление, общий фонд заведения, что это такое. И наши персонажи, которые общаются. И постепенно приближать ракурсы к вашим персонажам. Так. Вот здесь у нас еще есть более крупный план. Я это все выстраиваю. Разумеется, эти ракурсы, они были в движении. То есть, с помощью клавиш Ctrl, 5, 6, 7, 8, 9. Некоторые из них я снимал. Некоторые с помощью статичной камеры. Ну, давай уже, общайся. Давайте я вам сейчас расскажу, как я обещал, как снимаются диалоги в компьютерной игре The Sims 4, 3 и 2. Значит, смотрите. Вы можете снимать диалоги двум способом. Первый способ, которым я пользовался. Но я пользовался из-за того, что первоначально я не планировал озвучивать свой фильм на английском или на русском языке. Я думал оставить оригинальную озвучку, чтобы симы общались на симлише, а оставить субтитры. Но поскольку это немногим нравится зрителям, немногие любят читать субтитры, то пришлось озвучить. И поэтому что получается? Я снимаю, как общаются симы, да, на симлише. И я компоную их общение, да, уже с помощью видеоредактора. Я накладываю разные кадры, и у меня получается определенная сцена. И потом по этой сцене, по тому, как персонажи себя ведут, как они общаются, какие эмоции они выражают, какая у них интонация, я уже под все это пишу диалоги, то есть пишу конкретные реплики. Разумеется, у меня заранее было подготовлено общее представление об этой сцене. Например, это приятная, непринужденная беседа между двумя персонажами, которые давно не виделись. И какие бы эмоции они бы нам показывали, как зрителям. И наши персонажи, они все это делали, они смеялись, они общались, у них была легкая беседа. И, соответственно, уже на постпродакшене, при монтаже, я написал те реплики, которые они бы сказали бы. Разумеется, эти реплики должны быть и связаны с общим сюжетом фильма, ну, если это необходимо. Может быть, в этих репликах будут какие-то подсказки для зрителей. Может быть, наоборот, будут они о чем-то отвлеченном разговаривать, как вы понимаете. Но здесь я сделал так, что я реплики, диалоги уже подставил при монтаже. И поэтому мне было достаточно легко снимать этих персонажей, их конкретные какие-то диалоги, реплики, действия. То есть уже я подстраивался, все фразы, все реплики я уже подстраивал под то, что у меня уже было. Совершенно другой способ, который используют и другие автора, мастера своего дела, когда снимают видео в D-74, они, наоборот, прописывают все диалоги заранее, а потом уже, снимая фильм D-74, они выстраивают кадры, ракурсы, сцены, движения, позы, эмоции, симов под заранее написанный сюжет, под заранее написанный сценарий, под заранее написанные реплики. И вот как раз вы можете использовать один из этих вариантов. Какой вам больше всего подходит? Может быть, в следующем своем фильме я буду использовать именно второй вариант. Потому что на данный момент, когда я снимал этот фильм, это было очень быстро как-то. Я не все успевал обдумывать, продумывать, и поэтому получилось вот именно такой способ я, можно так сказать, сам на себе и создал, и использовал. Так, ну вот у нас появляется Аннабелли. Разумеется, вы можете не снимать, как появляется один персонаж, и чтобы в кадре были и вот эти два персонажа, которые общались до этого. Это может быть совершенно другой кадр, чтобы не возникало трудностей между тем, что делают персонажи, и, соответственно, между тем, как появляется третий персонаж. Потому что они могут выражать разные эмоции, могут совершенно не туда посмотреть, не в ту сторону, и вам это может не понравиться. Итак, идем дальше. И вот мы можем уже, когда третий персонаж подошел, мы можем снять общий план этих трех персонажей, да, и начать снимать уже их общение, их взаимодействие между собой. В этом фильме, который я снял, а что за дверью, практически нет кадров, в которых при диалоге мы можем видеть только одного персонажа. Так делают другие авторы, и я тоже знаю эту технику, она очень легко помогает вставить именно вот этот кадр в любой момент из диалога, который вы снимаете. У меня здесь часто в кадре два персонажа. Один стоит, скажем, спиной, да, и мы видим только часть плеча, а второй стоит лицом и о чем-то говорит. Можно использовать много разных вариаций, много разных техник. Вы можете этому, так сказать, обучиться, вдохновиться, посмотрев настоящие фильмы, сериалы, и присмотреться, как вообще происходит постановка кадра во время съемок различных сюжетов. Так, 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 что еще можно такое здесь показать? Ну, здесь уже все пошло не по плану, пришла так называемая неожиданная массовка, и поэтому я это все вырезал, и в принципе все это у меня уже не было. Тут уже происходит непонятно что. Ну, дальше у нас еще такая сцена, где общаются Мартин и Джон, обсуждают будущую вечеринку. Ну, и разумеется, мне хотелось, чтобы это общение продолжилось, это легкое общение, да. И я использовал общий план, ну и несколько таких полукрупных, так сказать. Вот, здесь в принципе персонажи находятся на расстоянии, и вы могли бы взять ракурс, только одного персонажа снять, да, что он что-то рассказывает, и потом другого персонажа снять только, что он что-то рассказывает. Поскольку здесь я как бы снимал все на ходу, и потом я придумывал реплики, то я использовал вот такую технику. Вот разные ракурсы, обязательно используйте разные ракурсы. И вот они сейчас будут прощаться. Давайте, прощайтесь уже. Ага, вот, попрощались. Короче, не прощаются. Так. Ну, и мы тут еще кое-что досняли. Не кое-какой флешбек. Ну, в общем, дорогие зрители, спасибо, что вы посмотрели это видео. Я надеюсь, оно было полезным для вас. Разумеется, пишите ваши комментарии по поводу этого видео. Если вы знаете другие способы, советы, как снять диалоги в The Sims, напишите в комментариях. Также, если вы сняли какое-то видео, какой-то фильм, какой-то сериал в The Sims, обязательно выложите ссылку в комментариях на это видео. Я посмотрю, посмотрят другие зрители этого видео. Ну, и, соответственно, мы напишем какой-то свой отзыв на вашу видеоработу. Надеюсь, что эти видео являются для вас полезными. И вы, так сказать, получили несколько теоретических знаний о том, как лучше всего снимать видео, снимать фильмы в The Sims 4. Все же на этом я с вами прощаюсь. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да, конечно же Это отличие нюансы Деньellen День Знаешь, как дать инжекция? Да! Он всегда шутит вот так. Просто возьмёшь его. Вы выглядите хорошо. Сколько лет прошло, когда мы встретились? Может пять лет? Да, у меня есть? О, да! Как ваши планы? Нужно быть с locals? Да, конечно! У меня уже много планов. Что вы думаете? Вы поймёшь в кафе или в кафе? Я сделаю партию в доме. Почему? В районе приходят к мне, и у меня есть fun. Да, я уже ожидал. Пока!